Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Все мы привыкли, что формирование куста, это включает такую процедуру, что ведем или в один ствол, или в два, или в три. Но к формированию куста относятся также, как вам объяснить, не удаление кистей, а формирование количества кистей на кусту. И вот сейчас люди уже стали, начинающие, стали это понимать, стали задавать вопросов, так сколько же кистей, вот этих цветочных, при формировании куста нужно оставлять? Тут однозначного ответа точно нет, это зависит очень от региона, от сорта, от вашего желания, что вы хотите получить. Вот я расскажу на примере своего региона, у нас в сибирском регионе, если в теплице мы оставляем на томатах среднего размера, можем оставить 7-8 кистей, ну цветочных и плодовых в дальнейшем, то в открытом грунте вообще не рекомендуется оставлять больше 5 цветочных кистей, ну то есть 5 плодовых кистей у вас будет к концу сезона, большее количество все равно не успевает вызревать, растение только зря потратит свои силы, все это питание, будет эта мелочь зеленая. В открытом грунте я всегда делаю 5 кистей и прищипка, это тоже формирование куста, и прищипку делать нужно не обязательно, поздно-поздно там, в августе, в сентябре, вот даже сейчас, если у меня в открытом грунте как зацветает последняя пятая кисть, можно уже убирать верхушку, но все эти рекомендации можно перечеркнуть, если сорт или мелкоплодный, или очень крупноплодный. Вот сейчас я специально подошла к сорту с мелкими плодами, как бы они пальчиковые, такие небольшие, совсем маленькие. Вот на таких томатах я никогда не ограничиваю количество цветочных кистей, потому что вы понимаете, если крупный плод, то 5 кистей томат еле-еле успевает сформировать, и чтобы он вызрел, то вот такой мелочи томат за сезон может сформировать огромное количество. Я оставляю все, вот у меня уже одна полностью сформированная, вторая, дальше идет тут третья, четвертая, цветет пятая, шестая, седьмая и еще огромное количество бутонов. Я ничего не буду убирать, пусть будет шестая, пусть будет, это вот сейчас только начало июня, а уже я насчитала 6 или 7 или даже 8, я тут уже потеряла счет, вот еще ее уже цветы. Я все это оставляю, поэтому когда задают вопрос, сколько оставлять цветочных кистей, ну как можно сказать, вот например, вот на таком мелкоплодном, вы можете оставить хоть сколько, то же самое черри, вот эти мелкие, кисть за кистью она идет все выше, 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 и пока не наступит мороз, ну и пусть она плодоносит, пусть создает свои плоды, это не в ущерб урожаю, не в ущерб плодам остальным, потому что для чего мы нормируем кисти? Убираем лишние на верхушке кисти, просто для того, чтобы нижние хорошо сформировались, были крупненькие плоды, чтобы они созрели, а вот эти мелкие, они никогда не бывают так, что внизу крупные, вверху мелкие, они друг другу не мешают, они идут и идут по всей высоте. Вот это с мелкими, значит, оставляем столько, сколько может помидор осилить. С очень крупными ситуация противоположная. Если остальные мы оставляем 7-8 кистей в теплице, то у самых крупноплодных я оставляю всего 5 кистей, потому что если я оставлю 7-8, при большом весе, например, вес 500-600 грамм, у которых, оно, во-первых, никогда не вытянет растение, во-вторых, верхние будут мелкие, они не будут соответствовать характеристике сорта, заявленном, что вот крупный такой плод мясистый. Вы понимаете, если плод более 300 граммов, если он огромный, если на растение оставить больше, чем 5 или 6 кистей, то верхние все равно не получатся такие, какие нужно. Будет мелочь, и они не созреют, и будет растению очень тяжело. И нижние кисти будут созревать тоже долго, плодовые, потому что верх будет формировать, все это затянется и растянется. Поэтому этот вопрос вы должны обдумывать очень тщательно, сколько оставлять кистей, как формировать куст томата по количеству кистей. Подумайте, посмотрите, какой это сорт, какой размер плода, какая у вас погода, короткое или длинное лето. Ясно, что южане, где лето очень длинное, где очень долго тепло, они никогда не задумываются, наверное, сколько кистей, вот как мы, что после пятый раз и прищипка. У них сколько есть, столько и растет. Но в холодных регионах нужно это делать обязательно. Если хотите получить качественные плоды, у крупных удаляйте лишние кисти цветочные. Мелкие могут расти так, как хотят, но все равно каждому томату нужен свой подход. И однозначного ответа на вопрос, сколько кистей нужно оставлять на томате, вы никогда не получите, потому что у каждого томата свои характеристики и свое количество кистей, которые он должен выкормить. Все, с вами была Ольга Чернова. Это ответ на вопрос, сколько кистей на томатном кусте нужно оставлять. До свидания. Все. До свидания.